Тем временем наш спортсмен уже в Рио. Первый десант россиян приехал в Бразилию и поселился в корпусе номер 8 Олимпийской деревни. Это члены сборной по спортивной гимнастике. Территорию наших спортсменов допустили без каких-либо препятствий. Хотя некоторые СМИ накануне писали, что россиян якобы могут содержать, поскольку вопрос об участии национальной команды МОК решали в самый последний момент. Жалоб от гимнастов на бытовые условия нет. Как рассказал Лайфу главный тренер команды, атлеты уже начали подготовку к выступлениям. Основная делегация спортсменов, напомню, отправляется в Рио 28 июля. Проводы состоятся в аэропорту Шереметьево. Мы это обязательно покажем. А вот австралийцы приехать еще не успели, но уже критикуют. Чиновники с зеленого континента побывали в Олимпийской деревне в корпусе 23, которые организаторы отвели под проживание их спортсменов. И остались недовольны условиями, пока атлетов решили разместить в обычных гостиницах. Представляете? Мы принимали решение, исходя из заботы о наших атлетах. Шестеро должны приехать завтра и в среду еще 50 спортсменов. Как нам кажется, наше здание непригодно для проживания и не способствует комфортному пребыванию, которое мы пытаемся создать для австралийской команды. Я бы хотела подчеркнуть, это решение касается только наших атлетов и одного здания, номер 23. Ситуация с другими национальными олимпийскими комитетами и другими домами может быть иной. И все они сами принимают решение, как сделать размещение их атлетов комфортным. Вот вы спросите, что же в этом корпусе 23 такого страшного-то? Так вот, австралийским чиновникам не понравилась электрическая проводка, система водоснабжения, канализация, ну и другие коммуникации заодно. По их словам, здание просто не доделано. Впрочем, организаторы игры уже пошли навстречу представителям Австралии, пытаются устранить недоработки. Несколько дней у них все-таки есть. Не исключено, что спортсмены все-таки въедут в дома, которые были построены для них, и откажутся от брони в гостинице.